Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в 89-м уроке видеокурса Лендинг пэдж для начинающих В этом уроке я хочу вам показать виджет, который позволяет делать плавную прокрутку страницы И не просто плавная прокрутка страницы, а как бы с эффектом торможения То есть я, например, сейчас прокручу колесиком мыши и отпущу И страничка еще немножко подкрутится вниз после того, как я мышь отпустил Вот смотрите, я кручу колесо мыши, отпускаю и вот сейчас идет как бы плавная прокрутка В этом виджете можно тонко настроить, можно сделать так, чтобы очень быстро страница прокручивалась Или наоборот медленно Очень часто такой эффект я встречаю на лендинг пэдж Я считаю, что этот виджет полезный То есть более мягкая прокрутка страницы Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета Как обычно, виджет из библиотеки я перетаскиваю в любое место своего лендинга И здесь есть небольшие настройки Чтобы вам лучше показать, как он работает, я вам покажу на примере Вот этот первый вариант, это скорость в секундах помечена, скорость перемещения Вот смотрите, оставим по умолчанию как есть И давайте на примере посмотрим, как это работает Смотрите, мне сейчас нужно больше усилий, чтобы прокрутить страницу ниже То есть страница сейчас крутится медленнее обычного Вот я кручу, и есть эффект такой торможения Смотрите, если вот здесь мы выставляем, например, 5 Первый параметр, вы помните, как крутила страница Сейчас страница крутится еще медленнее, хотя я колесо мыши кручу так же быстро То есть вот пример был прошлый Вы видите, как быстро крутится страница И как крутится сейчас Смотрите, это по сути эффект торможения После того, как палец убирает с колеса мыши Для этого вам второй параметр нужно выставить намного больше Можно максимум 5000 поставить Я, например, поставлю 1000 При том, что вот здесь 5 И смотрите, как это взаимодействует Я прокручиваю, и вот сейчас страница вообще без меня крутится Вот большую часть страницы прокручивается без меня То есть если вы поставите во втором параметре 2000 То вот вся моя страница прокручивается целиком Только лишь если я колесо прокручу один раз То есть вот здесь вот по сути нужно вам настроить под свой лендинг самому Вот здесь просто поиграйтесь вот с этими двумя параметрами Что касается третьего функции Давайте посмотрим По умолчанию у нас стоит третья позиция И у нас есть еще две Давайте просто посмотрим на примере, как они работают Я выбираю первый пункт Идем опять в браузер и смотрим Тут, скорее всего, в конце немножко идет как бы торможение Вот давайте попробуем еще вот этот вариант Вот второй вариант начинается с медленного А вот сейчас он ускорился То есть начинается медленно И потом-потом он набирает скорость То есть не просто прокручивает, а как бы набирает скорость Соответственно вот этот Вот этот первый вариант Он наоборот в конце притормаживает То есть вот здесь вот просто нужно вам выбрать Какой лучше для вас подходит вариант Вот в принципе и все об этом виджете Данный виджет вы сможете скачать на моем сайте Ссылочка будет под этим видео Увидимся в следующем уроке Наверное, трудно представить себе Современный лендинг пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов А где же их взять, спросите вы Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов 121 виджет ждут вас Всего в два клика вы сможете скачать Абсолютно бесплатный потрясающий виджет Например, меню для мобильных устройств Несколько вариаций мобильных меню Уникальные слайд-шоу Всевозможные эффекты с текстом Круговой прогресс бар Маска с текстом И многое другое Чтобы скачать виджеты Перейдите на мою страничку Адрес, который вы видите у себя на экранах Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик И нажмите на кнопку «Забрать виджеты» К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты Обязательно подтвердите Иначе виджеты не придут к вам на почту Второе письмо придет к вам автоматически Где вы сможете скачать 121 виджет Делайте лендинг пэтч Делайте их круто Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok